Всех приветствую! Большинство его работ были написаны в его мастерской в Париже. Несколько раз посещал Египет. В 1919 году стал гражданином Франции и начал писать свое имя как Луи Дой. Родился 13 мая 1855 года. Подробности жизни Людвига Дойча неизвестны. Он родился в Вене в 1855 году, как я уже сказал, хорошо обеспеченной еврейской семье. Его отец Игнац Дойч был финансистом при австрийском дворе. Я пользуюсь в Википедии переводной. Он получил свое первое художественное образование в Венской академии изобразительных искусств. Возможно, учился у Жана Поля Лоренца. В Париже Дойч познакомился с художником Артуром фон Феррари, Жаном Бискаром и Рудольфом Эрнстом, которые стали его друзьями на всю жизнь. Благодаря этим дружеским отношениям у Дойча развился интерес к искусству ориенталистов. Примерно в 1880 году он порвал свои контракты с Веной и навсегда поселился в Париже. Основал студию в Париже и начал с большим успехом выставлять картины. Хотя его первые работы по востоковедению появились в 1881 году, первые документально подтвержденные путешествия Дойча на Ближний Восток были совершены в 1885, 1890 и 1898 годах, когда он посетил Египет. Черпал вдохновение в североамериканском свете, в цветах, пейзажах и обычаях. Собирал огромное количество восточных предметов, включая изразцы, мебель, оружие, трубки, ткани, костюмы, которые впоследствии использовал в своих картинках. Ранние работы были сосредоточены в основном на исторических сюжетах, но после посещения Египта он сосредоточился на сценах ориенталистики. Его особенно интересовало запечатление богатых сцен Каира и его окрестностей. Детализация в его картинах превосходна. Был плодовит, создал множество картин на одну и ту же тему. Стражники, музыканты, уличные торговцы. Для создания картин большего объема он использовал очень экономичный подход, используя одни и те же декорации с различными сюжетами и видами деятельности, чтобы создать впечатление разнообразия. Многие картины Людвига Дойча сейчас находятся в коллекции Шафика Габра. Среди австрийских художников-востыковедов его работы считаются одними из самых востребованных коллекционерами. Дойча Ракой использовал фотографии для обеспечения археологической точности в своих живописных изображениях местных архитектурных особенностей. Умер в Париже 9 апреля 1935 года в возрасте 79 лет. Вот так вкратце о французском художнике австрийского происхождения Людвиг Дойч. Пока-пока, до свидания, смотрим работы. Субтитры создавал DimaTorzok